Страница 220. Глава 21. Игра. Лето 2001-го. Весна 2002-го годов. 27 августа 2001-го года израильский вертолет выпустил две ракеты по офису Абу Али Мустафы, генерального секретаря НФОП. Одна из ракет попала прямо в него, сидевшего за столом. На следующий день более 50 тысяч разъяренных палестинцев, среди которых была и семья Мустафы, пришли на его похороны. Мустафа выступал против мирного процесса и соглашения ВОСЛА. Тем не менее, он принадлежал к числу умеренных лидеров, и я с отцом много раз ходил слушать его лекции. Израиль подозревал его в организации девяти терактов с начиненными взрывчаткой автомобилями, но это было не так. Как и мой отец, Мустафа был политическим, а не боевым лидером. У Израиля не было абсолютно никаких доказательств его виновности. Я точно знал это. Но это не имело значения. Так или иначе, они убили Мустафу, возможно, в отместку за кровавую бойну в Збаро или Дельфинариуме. А может быть, что более вероятно, они просто хотели отправить послание Есиру Арафату. Кроме руководства в НФОП, Мустафа входил в состав исполнительного комитета ООП. Две недели спустя, 11 сентября, в США 19 террористов Аль-Каиды угнали четыре реактивных самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий в здании Пентагона в Вашингтоне, а четвертый упал на поле в Соммерсет-каунте в штате Пенсильвания. Всего погибло 2973 человека, не считая самих террористов. «Пока СМИ пытались угнаться со стремительно развивающимися невероятными событиями, я вместе с остальным миром снова и снова смотрел по телевизору, как падают башни-близнецы, и белая зола покрывает Чорч-стрит, словно февральская метель. Мне стало стыдно, когда я увидел сюжет о ликующих палестинских детях на улицах Газы. Теракт превратил дело Палестины в пепел, поскольку весь мир в один голос выступил против терроризма, любого терроризма. По любой причине. В следующей неделе Шинбет начал извлекать уроки из развалин того, что стало называться 9-11. Почему разведка США не смогла предотвратить эту катастрофу? С одной стороны, американцы действовали независимо и профессионально. С другой стороны, опирались главным образом на высокие технологии и редко шли на контакт с террористами. Такая тактика оправдывала себя во время холодной войны, но бороться таким же образом с идейными фанатиками довольно сложно. Израильская разведка, наоборот, больше полагалась на человеческие ресурсы, имела бесчисленное количество шпионов в мечетях, исламских организациях и среди лидеров и не испытывала проблем с вербовкой даже самых опасных террористов. Они знали, что должны иметь глаза и уши изнутри, работать с людьми, которые понимают мотивы и эмоции противника и умеют налаживать контакты с ним. Америка не понимала ни исламской культуры, ни исламской идеологии. В сочетании с открытыми границами и слабой безопасностью, это сделало ее более легкой мишенью, чем Израиль. И все же, несмотря на то, что я, будучи шпионом, помог Израилю обезвредить сотни террористов, наша работа не могла положить конец терроризму даже в такой крошечной стране, как Израиль. Примерно через месяц, 17 октября, четверо вооруженных бойцов НФОП вошли в отель «Иерусалим Хаят» и убили министра туризма Израиля Рахавама Зееви. Они заявили, что этот акт – месть за убийство Мустафы. Несмотря на свою аполитичность, Зееви был очевидной мишенью. Он публично защищал политику превращения в ад, жизни трех миллионов человек на западном берегу и в секторе Газа, чтобы они добровольно переехали в другие арабские страны. Например, в интервью корреспонденту Associated Press Зееви позволил себе весьма недвусмысленные метафоры, сказав, что палестинцы подобны в шам, которые нужно вывести и раковым клеткам, распространяющимся внутри нас. Сноска номер 8, страница 222. Обитуре, Рахавам Зееви, BBC News, October 17, 201. Око за око, зуб за зуб и взаимные убийства продолжались. Уже в течение нескольких лет я упорно трудился по крупицам, собирая информацию, чтобы помочь Шинбет остановить кровопролитие. Мы продолжали следить за Мухаммадом, Джамалем, Альнат-Шехом, Салихом, Талахмой и другими тремя парнями, которых я спрятал после их освобождения из тюрьмы палестинской автономии. Они несколько раз меняли место жительства, и только Салих продолжал общаться со мной. За остальными мы следили через их семьи и путем прослушивания телефонов. Салих доверял мне, всегда рассказывал, где он живет, и часто приглашал в гости. Познакомившись с ним поближе, я вдруг понял, что он мне симпатичен, он был удивительным человеком, блестящим ученым, лучшим выпускником своего курса инженеров-электронщиков и одним из лучших студентов в истории университета Бирзет. Для него я был сыном Хасана Юсефа, хорошим другом и благодарным слушателем. Я проводил много времени с Салихом, его женой Маджедой и их пятью детьми, двумя мальчиками и тремя девочками. Их старшего сына звали Мусаб, как и меня. Маджеда и дети приехали в Рамалу из Хеврона, чтобы побыть немного с Салихом в его тайном убежище. В то время я все еще корпел над своим дипломом, и однажды вечером Салих спросил меня, как идет учеба. Есть проблемы? Да, с экономической статистикой. Хорошо, завтра принеси учебник, и мы вместе посидим и позанимаемся. Устроим небольшой урок. Когда я рассказал об этом Луаю и другим ребятам из Шинбет, они были приятно удивлены. Они решили, что эти занятия послужат отличным прикрытием для сбора информации. Но на самом деле совместная учеба для меня была не просто прикрытием. Салих и я действительно подружились. Он помог мне, и две недели спустя я сдал экзамен на «Отлично». Я любил его, любил его детей. Меня часто сажали за стол в его доме, и через некоторое время между всеми нами возникла крепкая связь. Это были странные отношения, потому что я знал, что Салих очень опасный человек. Но ведь и я был опасен. Однажды вечером в марте 2002 года я сидел дома, когда к дверям подошли два человека. Заподозрив неладное, я спросил, «Вам помочь?» «Мы ищем шейха Хасана Юсефа, это важно». «Расскажите мне, почему это важно?» Они объявили, что они террористы-смертники, их пятеро, и они только что приехали из Иордании. Человек, координаты которого им дали, арестован, и им нужно укрыться в безопасном месте. «Хорошо», — сказал я, «Вы пришли по адресу». Я спросил, чем конкретно я могу им помочь. «У нас полная машина взрывчатки и бомб, и нам нужно ее где-то оставить». «Отлично», — подумал я, «что же мне делать с целой машиной взрывчатки?» Пришлось быстро соображать. Я решил спрятать их машину в гараже около нашего дома. Безусловно, это была не самая блестящая из моих идей, но я был вынужден принять решение мгновенно. «Окей, вот вам немного денег», — сказал я, опустошая свой бумажник. «Найдите себе место для ночлега и возвращайтесь ко мне сегодня же. Мы подумаем, что делать дальше». После их ухода я позвонил Ло Аю, и к моему облегчению Шинбет наконец-то приехал и забрал автомобиль. Вскоре вернулись пять рассмертников, так сказал я им. «С этого момента я ваше связующее звено с Хамас. Я дам вам имена ваших жертв, жилье, транспорт, все, что нужно. Больше ни с кем не разговаривайте, или вы будете мертвы еще до того, как вам представится возможность убить хоть сколько-нибудь израильтян». Вся эта ситуация была совершенно необычна с точки зрения информации. До сего момента никто не знал смертников в лицо, пока они не приводили в действие взрывные механизмы. И вдруг пятеро из них являются ко мне с машиной, начиненной бомбами. Через 30 минут я рассказываю Шинбет об их местонахождении, и премьер-министр Шарон дает добро на их ликвидацию. «Вы не можете так поступить», — сказал я Ло Аю. «Что ты имеешь в виду? Я знаю, они террористы и собираются взорвать себя. Но эти пятеро абсолютно невежды. Они сами не знают, что творят. Вы не можете убить их. Если вы их убьете, это будет моей последней операцией. Ты нам угрожаешь?» «Нет, но вы знаете, как я работаю. Я сделал исключение только однажды, для халавы. И вы помните, чем все закончилось? Я не буду участвовать в убийстве людей». «А что ты предлагаешь?» «Арестуйте их», — сказал я. Хотя, уже произнося эти слова, понял безумность идей. «Мы забрали машину и бомбы, но у этих парней остались пояса. Если хоть один солдат появится в радиусе сотни метров от их однокомнатной квартиры, они подорвут всех, кто находится поблизости. Даже если бы нам удалось взять их живыми и без кровопролития, они, безусловно, упомянули бы мое имя наследствия». Чувство самосохранения подсказывало мне, что самым безопасным выходом для всех, кого это касалось, было позволить вертолету выпустить пару ракет по их квартире и покончить с этим. Но в то же время меня мучила совесть. Еще не став христианином, я уже пытался следовать нравственному учению Иисуса. Аллах не осуждал убийства в отдельных случаях, он даже настаивал на них, но Иисус задавал гораздо более высокую планку. Теперь я понял, что не могу убить даже террориста. В то же время я стал ценным агентом для Шинбета. Они не могли пойти на риск потерять меня. Они неохотно, но все же согласились отменить ликвидацию смертников. Мы должны знать, что происходит в этой комнате. Я пришел к смертникам и принес им кое-какую мебель. Конечно, они не знали, что мы посадили в нее жучков и могли слышать каждое слово. Все вместе мы слышали, как они обсуждали, кто пойдет первым, вторым, третьим и так далее. Каждый хотел быть первым, чтобы не пришлось видеть смерть друзей. Это было жутко. Мы подслушивали беседы мертвецов. 16 марта солдаты спецназа выдвинулись на позиции. Смертники жили в центре Рамалы, поэтому армия обороны Израиля не могла ввести туда танки. Из-за того, что солдаты остались без прикрытия, операция была очень опасной. Я следил за событиями из дома. Луай сообщал мне по телефону о происходящем и держал меня в курсе всего. Они собираются лечь спать. Мы ждали, пока с монитора донесутся звуки сопения и храпа. Очень рискованно было разбудить их слишком рано. Солдаты должны были проникнуть через дверь и добраться до кровати, прежде чем любой из смертников успеет пошевельнуться. Солдат прикрепил к двери взрывчатку. Мы поняли это по или слышному шороху, по малейшей паузе в храпе. Затем подали сигнал. Дверь взорвалась. Спецназовцы ворвались в маленькую квартирку и захватили всех, кроме одного. Он схватил автомат и выпрыгнул в окно. И был мертв еще до того, как долетел до земли. Все вздохнули с облегчением. Все, кроме меня. Как только они посадили этих парней в джип, один из них произнес мое имя, назвав предателем. Худшие мои страхи стали явью. Я провалился. И что теперь? Выход нашел Лоай. Шинбет просто выслал этого парня обратно в Иорданию, отправив его друзей в тюрьму. И поскольку он был дома, на свободе, со своей семьей, остальные трое решили, что предателем был именно он, а не я. Блестящая идея. Мне снова все сошло с рук, хотя и с трудом. Однако было ясно, что я слишком настойчиво испытываю на прочность свою удачу. Однажды я получил сообщение от главы Шинбет Ави Дитчера, который благодарил меня за работу. Он сказал, что просмотрел все файлы, касающиеся борьбы Израиля с терроризмом, и в каждом из них находил имя «Зеленый принц». Хотя мне, конечно, польстило такое внимание, я понимал, что это своего рода предупреждение. Понимал это и Лоай. Если я буду продолжать в том же духе, для меня все это плохо кончится. Мой след был слишком длинным. И кое-кто был уверен, что вот-вот возьмет его. Каким-то образом мне нужно было замести следы. Мой твердый отказ участвовать в убийстве пяти смертников сильно скомпрометировал меня. Хотя все считали, что в аресте был повинен смертник, отправленный в Иорданию, ни для кого не было секретом, что Израиль, не колеблясь, хватает любого подозреваемого в оказании помощи террористам. А я оказал им немалую помощь. Так почему же меня не арестовали? Через неделю после ареста смертников сотрудники Шинбет пришли ко мне, чтобы обсудить, как спастись от провала. Во-первых, они могли арестовать меня и снова посадить в тюрьму. Но я боялся, что этот шаг станет смертельным приговором для отца, который лишится моей защиты и будет убит. Второй вариант – сыграть в игру. Игру? Какую? Луай объяснил, что нам нужно спровоцировать какое-либо громкое событие, что-то достаточно крупное, чтобы убедить Палестину в том, что Израиль хочет арестовать или убить меня. Для убедительности это событие не должно быть инсценировкой. Оно должно быть настоящим. Армия обороны Израиля предпримет настоящую попытку поймать меня. А это означало, что Шинбет должен был обманывать армию обороны Израиля, своих собственных коллег. Шинбет дал армию обороны Израиля на подготовку этой серьезной операции лишь несколько часов. Они передали армию обороны Израиля информацию о том, что я сын Хасана Юсефа, очень опасен, поскольку у меня были прочные связи со смертниками, и я мог иметь взрывчатку. Они сказали, что располагают сведениями, согласно которым этим вечером я приду в дом отца, чтобы повидаться с мамой. Я пробуду там недолго и буду вооружен автоматом М-16. Вот в такие условия они меня поставили. Действительно, сложная игра. Представители армии обороны Израиля заставили поверить в то, что я был высококлассным террористом, который мог исчезнуть бесследно, если они проморгают меня. Поэтому они делали все возможное, чтобы этого не случилось. Специальные агенты под прикрытием, одетые как арабы, и профессиональные снайперы приехали в наш район на палестинских машинах, остановились в двух минутах ходьбы от дома и ждали сигнала. В 15 минутах езды на границе территории расположились тяжелые танки. Пушки-вертолеты были готовы осуществлять прикрытие с воздуха в случае уличного боя с палестинцами. Я сидел в машине рядом с домом отца, ожидая звонка из Шинбет. После этого звонка у меня будет ровно 16 секунд на то, чтобы убраться, прежде чем спецназ окружит дом. У них не было права на ошибку. Я почувствовал угрызение совести, когда представил, как страшно будет маме и маленьким братьям и сестрам через несколько мгновений. Как обычно, им придется расплачиваться за все, что делали мы с отцом. Я смотрел на мамин прекрасный сад. Она очень любила цветы. При любом удобном случае брала черенки и отростки у друзей и родственников. Она заботилась о растениях, как о детях. «Сколько же цветов тебе нужно?» Иногда подразнивал я ее. «Еще чуть-чуть», — всегда отвечала она. Я вспомнил, как однажды она показала на один цветок и сказала, «Он старше тебя. Когда ты был ребенком, ты разбил горшок, но я сохранила растение, и вот оно все еще живо». Будет ли оно живо через несколько минут после прихода солдат, которые разнесут все, что попадется им на пути? Зазвонил телефон. Прилив крови ударил мне в голову. Сердце бешено колотилось. Я завел машину и рванул к центру города на новую конспиративную квартиру. Больше я не буду притворяться беглецом. Я действительно стану им. Солдаты, которые предпочли бы скорее убить, чем арестовать меня, в этот самый момент вели поиски. Через минуту после моего отъезда 10 машин с палестинскими номерами затормозили перед домом. Израильские спецподразделения окружили здания. Каждое окно, каждая дверь находились под дулом автомата. По соседству бегали дети, в том числе и мой брат Насар. Они прервали свой футбольный матч и застыли в ужасе. Как только солдаты заняли позицию, загрохотали танки, более 20. Теперь весь город знал, что-то происходит. Я слышал рокот мощных дизельных двигателей из своего укрытия. Сотни вооруженных палестинских боевиков кинулись к дому отца и окружили армию обороны Израиля. Однако они не могли стрелять, потому что дети все еще бегали вокруг, а внутри находилась моя семья. Когда появились сотни вооруженных палестинцев, израильтяне вызвали вертолеты. Я вдруг засомневался в правильности своего решения сохранить жизнь смертникам. Если бы я позвонил армии обороны Израиля сбросить на них бомбу, моей семье и нашим соседям не пришлось бы рисковать сейчас. Если кто-то из братьев или сестер погибнет в этом хаосе, я никогда не прощу себе этого. Чтобы наша сложная операция стала главной новостью в мире, я шепнул Эль-Джазире, что готовится атака на дом шейха Хасана Юсефа. Все подумали, что израильтянам нужен мой отец, и хотели транстрировать его арест в прямом эфире. Я представил себе, какой будет их реакция, когда громкоговорители начнут потрескивать, а затем солдаты потребуют, чтобы Моссаб, старший сын Хасана Юсефа, вышел из дома с поднятыми руками. Добравшись до своей квартиры, я уселся перед телевизором и наблюдал за разворачивающейся драмой вместе с остальным арабским миром. Солдаты армии обороны Израиля вывели мою семью и провели допрос. Мама рассказала им, что я вышел за минуту до их приезда. Конечно, они не поверили ей. Они верили Шинбет, тем самым людям, которые поставили весь спектакль и были единственными, кроме меня, кто знал, что началась игра. Не увидев меня, они пригрозили открыть огонь. Десять напряженных минут все ждали, не выйду ли я, и если выйду, то начнут ли стрелять, или я покажусь с поднятыми руками. Затем время истекло. Они открыли огонь, и больше двухсот пуль полетели в мою спальню на втором этаже. Они сейчас там, застряли в стенах. Время разговоров закончилось. Они, очевидно, решили убить меня. Внезапно огонь прекратился. Через несколько секунд в воздухе прошипела ракета и разнесла пол дома. Солдаты ворвались внутрь. Я знал, они обыскивали каждую комнату. Ни трупа, ни беглеца. Армия обороны Израиля была смущена и разочарована тем, что я выскользнул у них из рук. Луайя по телефону предупредил, что если они поймают меня сейчас, то пристрелят на месте. Для нас, однако, операция была успешной. Ни один человек не пострадал, а я возглавил список самых опасных преступников, находящихся в розыске. Весь город говорил обо мне. За одну ночь я превратился в опасного террориста. Следующие три месяца передо мной стояли три задачи. Держаться подальше от военных, защищать отца и продолжать сбор информации. Именно в таком порядке.